Захапляльный квест у компании ведущих Радою Витебск. Такий незвычайный подарунок на 23 лютого для Радою Слухачоу приготовили ведущие. На хвале 91.2 FM у раннешнем шоу «Харашоу» можно было выиграть место у команды Слухачоу. Какие выпробования ждали у дельников Гульни и кто отрымал победу в сюжете Кристины Шинкаровой. Еще раз доброе утро, друзья. 9 часов 39 минут. 23 февраля, воскресенье. Мы решили побороться с командой Радою Витебск против команды радиослушателей. Кожный ранок с 9 до 10 годин Радою Слухачоу телефоновали у студию Радою Витебск. Как подказать на три непростые пытания. Акцент на мужские темы. Отбор осуществляется очень просто. Мы в эфире играем в игру, придуманную нами, в которую мы друг с другом обычно на отжимания играем. Тут вот решили таким образом провести отбор. Ну а что касается тех людей, которые в ней принимают участие, в основном, конечно, это наши очень преданные радиослушатели, которых мы даже по голосам иногда узнаем. Вот, они очень хотят лично, наверное, ближе познакомиться. Телефоновали у эфирную студию Радою Витебск навыджанчины. Ганна Грапова с Новополоцка выиграла место у команды для своего мужа, отказавши на складанные пытания. Когда звонишь, ты еще не знаешь, победишь, не победишь. Но всегда надо пробовать, звонить, и все будет классно. Это отличный подарок на 23-й. Я всегда рад таким интересным, каким-то выдвижным мероприятиям. Складанные выпробования чекали гульцом. Пропаусти про заблытые вяруки. Трапить маленьким мячиком у лунку за пылый час. Достать баскетбольный мяч. Пропаусти по бочках, які у весь час вертятся. Приятно, что можно встретиться с радиоведущими, кто по ту сторону микрофона. Также хорошо провести время. Звонков было много, достаточно. Люди звонили загоди, заранее хотели. Участвовали очень активно. Ну и, конечно, было не так просто ответить на вопросы, чтобы стать победителем. Я очень довольна, что у нас такой активный слушатель. Мне приятно. Это говорит о популярности радиостанции. Час у компании с любимыми радиоведущими пролетел неприметно. Перемогла команда радио-слухачев. Ведущие радио-Витебску худким часе планируют взять реванш. Зараз они рахтуют сюрприз для выдатных дам до 8-го века. Кристина Шинкарова, Ян Пчельников, Новины Витебска.